Здравствуйте! Меня зовут Михаил Фаустов и сегодня мы поговорим о судействе чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников страница 20 и я хочу поделиться своими некоторыми соображениями о том как надо судить на самом деле и самое главное зачем зачем и почему те или иные оценки и как они в принципе влияют на выступающих на то как они что они вообще вынесут из этого потешного соревнования которое в принципе конечно же первую очередь соревнования в первую очередь игра но нельзя забывать и о воспитательном его значении как бы не хотелось этого делать как известно критериев 2 это техника чтения и артистизм и есть очень распространенное мнение которое появилось еще с чемпионата по чтению для взрослых открой рот которая появилась с подачи одного из старейших членов жюри открой рота художника славы мизина который говорил что для него не имеет никакого значения что такое ну не имеет никакого значения что оценивать технику или артистизм он ставит всегда общую оценку ну то есть если он ставит хочет поставить у человеку оценку 8 то он ставит поставить 62 может поставить 26 может поставить 53 может поставить 35 может поставить 44 все равно участник получает оценку 8 и что на самом деле по мнению уважаемого мэтра система оценок здесь не 6 бальная а 12 бальная я при всем уважении даже любви к вячеславу в корне с этим не согласен дело в том что он каждая из этих двух оценок она несет абсолютно разную функцию если оценка за технику ее можно рассматривать как до определенной степени объективную оценку то есть ее можно измерить ее можно посчитать можно высчитать за что конкретно участник получил либо кол либо 6 либо 5 чего хватило чего не хватило это можно так или иначе формализовать и об этом я еще поговорю но оценка за артистизм никакой формализации не поддается потому что мы определяем артистизм как уровень понимания текста который продемонстрировал участник и если по мнению члена жюри участник понимает то что он читает то он достоин высоких оценок а если не понимает то низких тут очень много деталей и очень много того о чем о чем мы поговорим сегодня и еще помимо всего прочего нас ждет один очень на мой взгляд интересный эксперимент члены жюри в разных городах и в разных странах ведут себя по-разному понятно мы не готовим судить специально мы кто-то приходит судить первый раз кто-то приходит судить 50 первый раз у кого-то выработался собственный стиль и собственные отношения повлиять на это практически невозможно потому что все таки я настаиваю на том что чемпионат по чтению вслух это игра но хотелось бы отметить несколько несколько ошибок которые допускают судьи допускают очень часто во первых они не принимают многие не принимают во внимание именно то что оценки за технику и артистизм они все-таки имеют как я уже говорил разные функции оценка за технику отражает объективную ситуацию того насколько человек хорошо прочитал а оценка за артистизм она в числе прочего несет в себе некий месседж который член жюри отправляет транслирует в адрес участника считывает участник этот месседж либо не считывает это отдельный вопрос на нем мы еще тоже остановимся пока давайте еще еще немного поговорим об ошибках во первых вернее уже во вторых очень часто встречается следующая ситуация выходит какой-нибудь мальчишка на вид ну такой хулиган и надо же читает лермонтов давайте мы ему поставим 66 давайте мы его каким-то образом ответить мальчик же читает на бог с вами вообще говоря я неоднократно говорить утверждал и настаиваю на этом своем утверждении что главная аудитория страницы это в первую очередь как раз хулиганы потому что в хулиганах и в различных детях которым свойственно различная назовем это очень с большой натяжкой сейчас специалистами начнут ругать а социальное поведение в них заключен гигантский творческий потенциал об этом можно говорить можно эту тему теоретизировать и очень много выводов из этого сделать но давайте вспомним есенина и маяковского и на этом закроем тему хулиганов на мой взгляд завышать оценки мальчишкам не просто не стоит это вредно тем самым вы уважаемые члены жюри которые так делают даже если вы не замечаете что вы так делаете старайтесь так не делать так вот этим вы и девчонок обижаете и мальчишек унижаете потому что нет ничего хуже чем искусственно завышенная оценка и я думаю это понимают все отсюда идет еще один очень важный момент которым хотелось бы поговорить в разрезе судейских ошибок очень часто судьи прощают то что прощать нельзя когда я буду сейчас говорить о принципах судейства техники я как раз на этом остановлюсь но есть вещи которые совершенно точно не должны прощаться потому что как бы то ни было какой бы игрой мы это не называли как бы мы не демонстрировали свой подход к организации процесса как как так эдакому веселью ни в коем случае нельзя исключать образовательный момент и если и если участник или участница допускает несовместимость жизнью ошибки эти ошибки должны караться ни в коем случае нельзя делать скидку на волнение потому что опять таки это тема для отдельного большого разговора о том как бороться с волнением как пытаться его научиться контролировать но суть этого соревнования в том что побеждает в нем обычно дети у которых очень развита сила воли мы говорим об этом во взрослых терминах потому что дети эти без пяти минут взрослые и сила воли она очень важна в жизни каждого был голос тонок мел в руке дрожал но ты домой с победой убежал помните такие строчки так вот об этом я сейчас пятерка или в нашем случае шестерка должна быть заслужена с другой стороны я опять таки неоднократно говорил и неоднократно мне это вызывало состояние близко к раздражению когда дети читают очень сильно назовем это так по школьному особенно это проявляется у девчонок но иногда у мальчишек тоже недавно совсем был парень про которого я сказал так вот вне эфира что он читает как девчонка и это было ну и естественно не стал говорить это в лицо потому что это могло обидеть пацана но у девушек 10-11 классом вырабатывается видимо благодаря в кавычках стилю который прививает им учителя литературы вырабатывается какая-то особая скрипучая манера чтения особенно стихов добавляется какое-то жуткое придыхание от которого честно говоря с души воротит но я вернулся бы сейчас к критериям оценок от ошибок вернулся к критериям оценок и обратил бы внимание на несколько моментов как я уже говорил оценка за технику является объективным выражением того насколько человек умеет читать вот когда я сажусь в жюри такое вы не поверите бывает я всегда беру с собой лист бумаги и ручку маленький обрывок бумажки и ручку лишь бы точечки ставить за каждый я называю словом косяк я ставлю точку иногда маленькую иногда жирненькую маленькая минус пол балла жирненькая минус балл когда заканчивает участник читать я считаю минуса ну округляя всегда честно в большую сторону потому что всякая оценка как я уже говорил это не только объективное выражение результата это еще и месседж который каждый член жюри посылает участнику неправильное ударение поставленное ударение оговорка запинка неправильно прочитанное слово особенно если это не очень это 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 широко употребимое слово это в случае прозы пол балла в случае стихов балл минус почему стихам и прозе разный подход ну просто потому что стихи те которые мы предлагаем в основном детям достаточно легко читать и если бы этот подход все были бы с шестерками а так а так каждая ошибка это минус пол балла в прозе минус балл стихах но я на самом деле не только такой злобный член жюри который только отнимает я еще и добрый член жюри потому что я с удовольствием добавляю балла например если участнику достался откровенно сложный текст а изобилующий какими-нибудь научными терминами либо сложными названиями либо монгольскими именами конечно конечно нельзя исключить элемент случайности кому-то достается сложный текст кому-то текст попроще и кто-то замечательно справляется со сложным а кто-то проваливается на простом но если участник или участница справляется со сложным текстом он заслуживает того чтобы ему добавить даже несмотря на наличие ошибок очень часто бывает когда совсем недавно была девочка читала текст в котором были географические названия очень и очень трудно произносимые не помню уже с какой это было географией но пусть это будет вышеупомянутая Монголия прочитав их все абсолютно правильно девчонка ошиблась в простейшем слове типа слова корова прощать ей корову или ошиблась стушевалась и дальше начала опять дальше ошибаться в таком случае я бы ставил за технику просто оценку 5 не потому что я ее жалею нет просто потому что на 6 не начитал особое внимание следует уделять именам авторов во-первых конечно же ну здесь вопрос в первую очередь к идущим в том числе и ко мне необходимо следить за тем чтобы участники называли имена авторов текстов чтобы было понятно из какой книги этот отрывок кто ее написал таким образом мы 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 еще и углубляемся в понимание того что что происходит у нас на соревновании но если 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 участник или участница допускают ошибки в произнесении имени автора это должно очень серьезно караться я знаю случаи когда некоторые члены жюри снимали за неправильно произнесенное имя автора 4 балла сразу это наверное через чур но когда ты слышишь Леонид Юзефович очень хочется очень обидно за Леонида Абрамовича и очень хочется влепить за технику трояк даже если все остальное прочитано хорошо поэт Иннокентий Анинский всякий раз когда его стихи попадают они попадают достаточно часто в страницу мне кажется вертится в гробу как его бедного не называли за это время ну можно перечислять кучу вариантов Анинский это самый распространенный я бы снимал минус 2 но вот последнее последний прикол Иннокентий Анинский это что-то уже совсем за гранью но еще более за гранью два случая которые которые ну невозможно забыть так же как невозможно забыть поэта Асипа Мандельшмата два случая один достаточно давний он был в Новосибирске в академгородке а другой недавний не буду говорить где а а гния барто а гния барто вы можете себе представить человека который не знает а гния барто по моему в детстве стихи а гния барто читают все российские по крайней мере и советские дети на протяжении последних ну наверное лет семидесяти это не зависит от возраста от исторического момента от чего бы то ни было еще но не знать агнию барто это никаким волнением никаким мандражом никаким не знаю никаким отрывом от культурного контекста объяснено быть не может вот тут я бы наверное влепил бы минус 4 балла участнику который так произнес но еще более страшная история меня связана с новосибирским академгородком когда в 2015 году новосибирский академгородок интеллектуальный можно сказать центр сибири девочка одиннадцатиклассница вышла и прочитала отрывок в котором фигурировал павел иванович чичитов честно говоря мне не столько ее было жаль сколько хотелось в глаза ее учительницы литературы посмотреть когда говорят про жертв егэ я обычно смеюсь я как отец своих детей один из которых уже сдал а второй второй еще предстоит примерно себе представляю что это и как это влияет и в положительную сторону есть плюсы в егэ конечно ну не здесь не время не место о них разговаривать есть минусы но вот такие истории они как раз и говорят о том во что может превратиться наше общество ну теперь давайте от грустного перейдем к еще более грустным к оценкам за артистизм вот тут очень важно на мой взгляд разграничивать как я уже говорил технику артистизм вот смотрите как я например говорю не очень хорошо развита речь поэтому я не читатель я писатель вот и я постоянно прерываюсь у меня зависают в середине то есть нету вот этого плавного потока эту плавность очень многие принимают за хорошую технику чтения и завышают оценки за технику но про технику мы уже поговорили так вот эта плавность это скорее как раз артистизм возможность на сжатом промежутке времени в течение коротких секунд понять о чем написано в том отрывке который тебе предлагается и понимаете и вот этот как бы плавность она является естественной реакцией на понимание текста и вот здесь мы немножко сейчас поговорим к оба оценки за артистизм понимаете оценка за артистизм это на самом деле она демонстрирует она на самом деле демонстрирует отношения члена жюри к тому что он видит если оценка за технику демонстрирует его ответственность то оценка за артистизм демонстрирует его отношения и отношения может быть может быть равнодушным не скрываю а может быть очень сильно вовлеченным и член жюри своей оценкой за артистизм демонстрирует тот уровень эмпатии который выступление данного конкретного участника в нем ну что называется возбудил и когда члены жюри демонстрируют эту эмпатию они они всячески на самом деле стимулируют то самое развитие чтения о котором которое нам и продвижение которое нам приписывают ведь ну неоднократно я наблюдал ситуацию когда человек очень плохо начинал ну прямо на уровне дислексии какой-то да и не мог прочесть простые какие-то предложения а иногда и вот очень плохо начав от раунда к раунду читал все лучше и лучше и лучше особенно это проявляется не сейчас во время онлайн версии чемпионатов а когда это происходит живьем когда нужно выйти на сцену когда на тебя смотрят и видно как человек борется со своими собственными демонами и и видно как он их побеждает и здесь выставляя оценки за артистизм наверное необходимо думать именно об этом о том какой месседж ты посылаешь участнику ведь очень часто может быть казалось бы я сейчас только не подумайте что я сам себе противоречу завышенная оценка за артистизм может стимулировать может стимулировать к тому что ребенок будет читать лучше читать больше читать интереснее особенно умные и продвинутые члены жюри обычно приберегают высокие оценки для таких ребят на третий раунд когда понятно что лишняя шестерка ни на что не повлияет и человек на самом деле читающий на 3 с плюсом никогда не попадет в финал даже если ему поставят шестерку за артистизм но эта шестерка его простимулирует и даст ему необходимый заряд поэтому я еще раз вернусь к тому что оценки за технику и артистизм несмотря на то что арифметически они складываются они выполняют разную функцию и дают совершенно разный результат мы сегодня в этой связи проведем небольшой эксперимент в качестве площадки для эксперимента я решил использовать запись финала чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников страница 20 в хакасии этот финал прошел совсем недавно в конце апреля и я сейчас мы сейчас вместе с вами его посмотрим и я попытаюсь вернее не попытаюсь я буду оценивать выступления каждого из участников как будто я член жюри у этого финала было свое жюри очень хорошее жюри очень опытные специалисты неоднократно судившие и открой рот и страницу я с огромным уважением и любовью каждому из них отношусь это во первых уполномоченный по правам ребенка республики хакасия большой друг наших всех проектах проектов ирина ауль это доцент высшей школы экономики и многократный член жюри и участник что немаловажно чемпионатов по чтению слух Денис Новак и прекрасная писательница поэтесса милейшей души человек и очень строгий член жюри хотя она говорит что я ее демонизирую Анастасия Орлова вот в каждом из раундов я буду заменять одного из членов жюри и и выставлять свои собственные оценки вот здесь вот в этом углу экрана будут оценки тех членов жюри те оценки которые они поставили в финале Хакассии и моя оценка в каждом раунде я буду менять одного из членов жюри и в итоге мы посчитаем сумму баллов которая получится в результате такой замены и сравним выступления участников и оценки за эти выступления с тем что было на самом деле вот тут вот в этом углу экрана я буду зажигать фонарь всякий раз когда будет техническая ошибка выступление одного из участников ну и после каждого из выступлений я возможно буду как-то его комментировать ручка упала как-то его комментировать и как-то рассказывать о том что я думаю возможно буду возможно не буду и итак у нас в эфире страница 20 Хакасия своего рода переигровка в первом раунде я вместо Насти Орловой Анна Каренина и в Гронском и Ане московская жизнь в жару и пыли когда солнце светело еще не по весеннему а по летнему и все деревья на бульварах давно уже были в листьях и листья были уже покрыты пылью была невыносима как это было давно решено но они не переезжая в Аззивидерское как это было давно решено продолжали жить в опылевшем ими обоим в Москве потому что в последнее время согласия не было между ними раздражение разделявшее не имело никакой внешней причины и все попытки объяснения не только не устраняли увеличивали его это было раздражение внутреннее имевшее для него основанием уменьшения его любви для него раскаяние в том что он поставил себя ради нее в тяжелое положение которое она вместо того чтобы облегчить делает еще более тяжелым не тот ни другой не искажен причиной своего раздражения но они считали друг друга неправыми и при каждом предлоге старались доказать это друг друга 5-6 и и и «Максим, Максим!» — сказал я, подошел чуть-чуть. «А что это за бумаги он оставил печать?» «А, бог его знает! Какие-то записки!» «Что вы с ним сделаете?» «Что?» «А, убедю наделать патроны!» «Надайте их лучше мне!» Он посмотрел на меня с удивлением. Эмми, право в чашу, право ворчал что-то сквозь другу и начал рыться в чемодане. Вот он вынул одну в тетрадку и бросил ее с презрением на землю. Потом другая, третья и десятая имели тоже учатся. И когда саде было что-то детское, мне стало смешно и жалко. «Вот они все!» — сказал он. «Поздравляем вас на ход!» «И я могу делать с ними все, что хочу?» «Хоть в газетах печатать?» «Какое мне дело?» «Что я разве, друг его какой?» «Или родственник?» «Правда, мы жили долго под одной кровью.» «Ну, я совсем не жил!» Я схватил внимания и поскорее унес. «Боялись, чтобы штаб с капиталами не расстали». 5-6, и я постараюсь объяснить. У Софии очень плохо было со связью. Но мы все-таки оцениваем здесь сейчас не связь, не качество связи, которое, конечно же, у каждого разное. В онлайн формате мы, к сожалению, зависим от этого. Мы зависим от того, мы оцениваем то, как она прочитала. Прочитала она хорошо, были пару запинок, а может быть, здесь мне послышалось, я, в общем, точно такой же человек, как и все. И именно за эти запинки я снизил ей оценки за технику. А там, где была очевидна проблема с сигналом, и если там мне что-то казалось, я старался на это не обращать внимания. Поэтому вот такие оценки у Софии. Приехал в Ревенбург, и а там появился генералом. Я увидел мужчину роста высокого, но уже сгорденного старостью. Длинные волосы его были совсем белые. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро. «Коже мой!» – сказал он. «Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уж какой у него молодец! Ах, премия, премия!» Он распечатал письмо и стал читать его в полголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство – это что за серемония? Фуй, как ему несовестно! Конечно, дистрибина – первое дело, но так ли пишут к старому, комрад? Ваше превосходительство не забыло. И когда спокойно перед маршалом Мин походит так же и Каролинку, эхе, бруда, так он еще помнит старый наш проказ». Очень сложный текст. Казалось бы, что может быть проще «Капитанской дочке», однако очень сложный текст. К пониманию у меня совершенно нет претензий. Я ставлю уверенную шестерку. Ну, а что касается техники, под самый конец, и все-таки это, по-моему, не проблемы со связью, под самый конец немножко напортачил, но очень немного. И я опять-таки ставлю 5-6. Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок». Соотечественник раздраженно заговорил о лопнувшей щене, но его бормотание пролетело не по уши Остапа. На большой дороге, в 130 километрах от ближайшего окруженного центра, в самой середине Европейской России, прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора. «Скажите», – перевел он, – «эти двое не из Рио-де-Жан-Эх?» «Нет», – ответил соотечественник, «они из Чикаго, а я переводчик из Интуриста». «Что же они здесь делают? На Распутии, в диком древнем поле, далеки от Москвы, от балета «Красный ма», от антикварных магазинов и знаменитой картиной художника Репина, Иван Грозный убивает своего сына Вурушенника. «Не понимаю, зачем вы их сюда завезли?» «Ненужная пауза перед двурушником все изгубила, но есть еще одна проблема, на мой взгляд. Замечательный голос, очень хорошо парень читает, но есть проблема с дикцией. Она, конечно же, решается очень просто. не нужно торопиться, не нужно как-то разминать речевой аппарат, чего я, например, никогда не делаю, как вы понимаете. Но в данном случае мне не за что снижать оценку за артистизм, и я ставлю четверку за технику. Да. Здравствуйте. Федор Достоевский идиот. «Вы, кажется, опять забрались, Фердышенко?» вскипел генерал. «Да вы чего, ваше превосходительство?» подходил Фердышенко, так и рассчитывая, что можно будет подходить и все побольше размазать. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я свое место знаю. Если я и сказал, кто мы с вами, лев да осел из Крового басни, то роль осла я уж, конечно, беру на себя. А ваше превосходительство, лев, как из басни Крового сказано. Могучий лев, гроза лесов, от старости лишился силы. А я, ваше превосходительство, осел. С последним я согласен». Пять. Пять. Иван Тургенев, отцы и деятер. В Марине им все чрезвычайно обрадовались. Положительное отсутствие сына начало беспокоить Николая Петровича. Он скрипнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване. Когда Фенечка бежала к нему сияющими глазами и объявила о приезде молодых господ. Сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался. Потрясся руки, возродившихся странников. Пошли толки, расспросы, говорил больше Аркадий. Особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок партера, только что привезенного из Москвы, и сам раскрутился до того, что щеки у него сделались малиновые. И он все смеялся каким-то недельским, недельническим смехом. Еще чуть-чуть бы и тройка была бы за технику, но все-таки четверку удалось удержать. И здесь, как мне кажется, здесь мы попадаем на серьезную проблему. Должна ли школьница знать, где ударение в слове портер? У меня нет ответа на этот вопрос. Поэтому четыре. И поэтому пять. Итак, у нас Михаил Шолохов произведение «Тихий дом». Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух. От смуглых щек его отходил черный румянец и потускневшие глаза обретали слабый блеск. «Гриша, Гришенко, родненький, не связывайся!» просила Наталья, дрожа, зажимая рты, готовым заревать детишкам. «Чего ж я не уехал?» спросил Григорий и, тоскуя, гляну на Наталью. «Не будет!» сердцу нет мочи терпеть. Позднее пришли еще трое красноармейцев. Один в высокой черной папахе по виду начальник спросил «Сколько поставлено на квартиру?» «Семь человек», за всех ответил рыжебровый, перебывший пилучей лады ленге. «Улеметная застава будет здесь, потесенитесь, ушли и сейчас же заскрипели ворота и на бас въехали две подводы». Формально начитал на тройку за технику, но я совершенно уверен в том, что заскрипели именно ворота, а не ворота, что именно слово ворота было в голове у Шолохова, когда он писал этот кусок «Тихого дона». Поэтому четыре за технику и пять за артистизм, потому что именно на мой взгляд недостаточное понимание контекста здесь сыграло злую шутку. Можно было четверку поставить, раз уж приподнял за технику, пять за артистизм. здравствуйте. 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 Давай сейчас. Евгений водолазки. Лава. Устина лежала в той же позе, что и вчера, но была совершенно другой. Нос целью заострился, белки открытых глаз спали. Лицо Устины было алебастровым, а кончатые ушей свинцово-красными. Арсений стоял над Устиной и боялся к ней прикоснуться. Он не испытывал отвращения, страхово был другой природы. В раскорячившемся переднем теле не было ничего от Устины. Он протянул ладонь ее полузорной ноге и осторожно коснулся. Продел пальцем по коже, оказалась холодной и шуршавой. При жизни Устины такой она не была никогда. Попробовала распрямить Устиненную ногу, но ничего не получилось, как не получилось закрыть Устинен глаза. Нажать побоялся. То, чего он касался, было, возможно, очень хрупким. Прикрыл Устинен покрывал все кроме лица. Четыре за технику, пять за артистизм. Весь готовность заплакать в любой момент показалась мне несколько вымученной, но, возможно, я не прав, и поэтому пять, а так бы, может, даже четверку поставил. Такую изделие хина. Зулейха открывает глаза. Лохматая морда скалит желтые зубы и вопит, тряся вывернутыми губищами. Зулейха крепче сжимает вожжи. Аллах саквласын, что за адово чудище? Верблюд, кричат где-то сзади, настоящий. Диковинный зверь, покачивая сидящий между горбов хозяином в цветном стеганом чиба, проплывает мимо. Острый запах специй тянется следом. Сани едут по центральной улице. Караван подобрался, подтянулся, вазы идут плотно. Один за другим. Каменные дома, голубые, розовые, белые, как огромные резнышко втулки. На крыше открывах оздятся башенки, одна, другая меньше. То же стеными цветами распускаются флюки, то разноцветной чешуей блестит под пятнами снега черепица. Хитрые завитушки ползут по фронтонам, щекочут пятки полуголым мужикам и девицам. И Алла срам какой, держащий на своих мускулистых плечах тяжелые карнизы. Делает честь парню, что он не смотрит телевизор и не знает, как правильно зовут героиню романа Гузиль Яхиной. Но все-таки учитывая сложность текста три за технику и четыре за артистизм. Двоек не будем в первом раунде ставить, а сразу же перейдем ко второму. Во втором раунде я вместо Дениса Нового. Дмитрий Мирошковский Бедность, чужбина, немощь и сталь Четверо, четверо, все вы со мной. Все возвещаете вечную радость, горе земному предел неземной. Темные сестры, древние девы, строгие судьи во зле и в добре. Сходитесь ночью, шепчетесь все, сестры, опяты, а старшие сестры. Шепот ваш тише, все тише, любовно, ближе, все ближе звездной двери. Скоро скажу ей, по-синому, здравствуй, родимая смерть. Четыре и Четыре. Наверное, так. Мне кажется, совсем не поняла не то, что смысла, смысл на такой короткий промежуток времени очень сложно уловить, а дух и именно в стихах это очень хорошо проявляется. Поймало, не поймало. В данной ситуации, мне кажется, не поймало. Константин Бальман Блеснул мгновенным серебром Веке плотиться в них опасно. Метро серебряные сказки Селега грянет за холмом. Домчится песня улетая и в сердце радость молодая и грусть и очи манит дом. Душе растает много снега, ручьем заплатит в сердце нега и луч пройдет душевным дном и будешь грезить об одном в несравненном и родном. Однозначно четверка за технику, а вот что касается артистизма, что касается того, поняла или не поняла, мне кажется, поняла, поэтому пять. Григорий Блох Собрав обеда барского объедки, напялив шубу с барского плеча, иной готов поверить сгоряча, что случай такой удачи редкий. Судьба подоб резливо засуча, швыряет часто стертые монетки. Лишь остыв, мы видим напоследки, что светит нам не солнце, а свеча. Объедки мысли, чувства, настроения, поношенных восторгов, умиления, не все ли равно? Ты мог или хотел добиться счастья лишь такого сорта? Благодарись скорее за свой удел и ангела хранителя или черта. Ну, во-первых, я не услышал ни одной ошибки. Во-вторых, было видно, что девушка Катя ухитрилась выразить свое личное отношение к этому стихотворению. И мне кажется, у нее получилось. Мы не воспитываем актеров, мы воспитываем читателей. А читатель это в первую очередь личное отношение и вот сейчас шесть-шесть без вопросов. Данила Ротгаус Сократ, Платон ильмрак, Аврелий, Марк Аврелий, кому нужны вы в наши дни? У нас теперь иные цели, нам далеки небеса дни. Кругом тоска, кругом тревога, страстей нас охватила сеть. Мы далеки теперь от Бога и не умеем вдаль глядеть и тучи темные нависли, вся жизнь горючих слез река, и мы живем не силой мысли, а только силой кулака. Получилось. Вот сейчас получилось. И даже вот эта перемотка назад с мраком Аврелием, она продемонстрировала, что парень не просто читает слова, а пытается понять, о чем речь, увидел, что ошибся и в общем 5-5 5-5 без разговоров. Иван Бунин, петух на церковном кресте, плывет, течет, бежит ладьей, и как высоко над землей, назад идет весь небосвод, а он вперед и все поет, поет о том, что мы живем, что мы умрем, что день за днем идут года, текут века, вот как река, как облака, поет о том, что все обман, что лишь на миг с судьбой дан и отчий дом, и милый друг, и круг детей, и внуков круг, что вечен только мертвых сон, да Божий храм, да крест, да он. Прочитала бы высоко, было бы 6-6, а так 4-5. Теппи Хочу, вечерняя аллея, в твоих объятиях холодея, шаги последние пройти, но меж медвей твоих сплетенных, не здешней силою согбенных, нет ни возврата, ни пути, уже полнеба ночь объяла, но через сквозное покрывало твоей игольчатой хвои, зловещий огонь с заката пышет, из ветра неблагостный колышет, вершины черные твои. Сложное стихотворение, не самый однозначный ритм, ударение, отсюда и ошибки 3 и 5. мертвецов, один за другим выходят из хаты встречать солдата, скрылся за голову месяц рогатый, во, твой тухатый, пес без приюта, лохматый. Очень сложно оценить ноль ошибок, но при этом очевидная потеря ритма. очевидная потеря ритма это видимо от непонимания того, как устроено стихотворение. Поэтому я поставлю за технику, пусть неожиданно, но 6, а за артистизм 4. Сергей Майковский и Мужбин. В окне велькали пустыри и башни, рассыпанные полушкам стада, высоко в скалах, неизменно с башни, похожие на скалы города. Они берелись очерком туманным, забытые в нагорной тишине, и поезд мимо целый день, и странный, в наставших сумерках казалось мне, что жизнь и там от солнечных прибрежей, далеко на горах, где выпал снег, все та же веками жизнь, и люди те же, и было так, и будет все вовек. Ну, две, скажем так, полторы ошибки, которые будут стоить, наверное, все-таки потери одного балла за технику. А вот с артистизмом, или с тем, что мы называем артистизмом, по-моему, полная беда. Пять-четыре. Дмитрий Магурова, мы заплутились так давно среди мягких противоречий, что нам, по правде, все равно мягче. И с собой не принесет ни прежних близостей, ни страсти, ни прежних радостных минут, былое порвано на части. Они таят в себе зерно последней роковой минуты. Потухли краски, все черно, и в чаше жизни я цеплю. Ни одной ошибки, и все было бы хорошо, если бы не это абсолютно ненужное ударение на последней роковой минуте. Шесть, пять. В третьем раунде я вместо Ирины Ауру. Джеймс Олдбитч «Расставайся с людьми». Сегодня в Англии каждый юноша непременно в долгах за те блага и подвигушки, которые дают ему материально улучшившиеся плоды. Наши юноши имеют машины, мотоциклы, спутера, много костюмов, проигрывать или телевизоры и тысячи других вещей, которые они могут купить просрочно. Еженедельно выплачивая определенные стены. И вот просто все такие проценты. Молодой человек каждую неделю получает неплохое жалование, что подплата сверхурочной составляет казалось бы малыш ему денег. На них есть что купить, и он покупает все, что может. Пятница день получки за долгую рабочую неделю. За то, что он кладет в карман пятница, суббота уплывает, приходится отдавать долги. Та же самая ошибка, что и в стихах. Та же самая. Все прекрасно. Идеально, безошибочно прочитано то, что написано. но вот это лишнее интенсионное ударение на слове неплохое жалование смазало всю картину, поэтому 6-5. стенд барстоу сегодня и завтра. Нечто из ряда вон выходящее случилось в доме Хэттона. У Рут, 22-летней младшей дочери, приняли к публикации романа. Письмо от издателя ждало ее на столе и краска радости, залившая ее щеки, когда она вскрыла письмо и прочла его, с головой выдала ее. Так что Рут пришлось поделиться новостью не когда захочется, а в хуже минуты. «Аванс в 250 фунтов!» подскликнула миссис Хэттон. «А о чем он этот твой роман?» Рут неопределенно повела рукой. «Да, видишь ли, 250 фунтов мистер Хэттон взял у нее письмо. Я не знал, что ты писала роман, Рут. Она ведь уже почти два года ходит вечером на литературные он и вовсе не интересовался игроками, а потому понятия не имел, чем она занимается». 5-6 «Клевлин в Ом подбитник получает все. Когда мисс Кэнт Камберлин сдала свой лондонский дом и закрыла одно крыло дома в Лимении, когда она сократила число домашних прислуг до четырех человек а садовников до двух, когда махнула рукой на цвет мяки, когда перестала приглашать своего брата Теда погостить ему в деревню и когда продала почти всех лошадей, а машину пользовалась лишь в самых исключительных случаях, когда в ванну не шла горячая вода, когда не бывало новых пенесных мячей, когда засорялись демоходы и на газонах паслись овцы, когда сношенные вещи Жервиза уже не налазили не дома, когда она отказалась оплачивать дополнительные расходы дома в школе, уроки столярного дела и молоко между тем и вторым завтраком. Иною этому был налог на наследство. Три за технику, очень много ошибок, запинок, оговорок и к сожалению только три за технику, ну а что касается артистизма, пожалуй поставлю пять. Брайан Гленбилл, скажи, что это неправда. Ну и вот, прочел эту газету и мне стало так точно, что я ушел из дома. Мне не хотелось никого видеть, особенно отца, потому что он вечно на другое насмехается. Сначала он говорил «Ну ты, чокнутый, все равно из тебя не выйдет настоящая футболиста». А потом, когда я понял, что и правда не выйдет и сделался болельщиком нашей United и поднялся ездить за ней по стране, он стал говорить «Ну ты, чокнутый, зачем ты гробишь в это дело свои деньги? Трати их по крайней мере на что-нибудь путное, а еще лучше клади в банк». Я вышел из дома и купил три газеты. В двух было написано то же, что и в нашей. Да еще говорилось, что правление клуба будет в понедельник обсуждать это дело. Немножко торопился, а так все было нормально. Пять. Пять. Грин Гриффин Рассвет над Рейновой горой Местный фермер, один из многочисленных поселенцев голландского происхождения, живущий в округе Клипсваль у границы протектора с Южноафриканской республикой до смерти избил Завровскую стулю. Относительно его намерений у стуи не возникло никаких сомнений. Всем было ясно, что убивать он не хотел. Жившие на протекторе поселенцы, их первую голову буры, ожидали, что согласно обычаю с убийцей взыщут очень большой штраф, сделают ему предупреждение и выпустят на волю. Деньги же в виде компенсации, как издавна ведется в Африке, перед этой семье убитого. И хотя недавно созданная Африканская партия свободы устами своих доморощенных ораторов с первых шедей потребовала смертная казнь для убийцы, поселенцы были ошарашены, когда ему их премьер был вынесен смертный приговор. Вот здесь я прибег бы к следующему. Я попросил бы посмотреть текст. Жюри есть такое право, оно редко этим правом пользуется, но в данной ситуации у меня возник вопрос и сейчас благо у меня есть возможность посмотреть. Текст был сложный, поэтому тут много географии всяческой и мои предположения подтвердились. Нет там, конечно же, никакого протектора, есть протекторат. и таким образом четверка за технику, но артистизм все-таки шесть. Есть в этом всем какой-то напор, который подкупает. Шилое отделение по ваннам для мертвого принца. Мы разглядывали наклеенную входа от пыши. В ней так и говорилось «Настоящие испанские цыгане». Мы переглянулись и снова уставились на от пыши. Кончита, Хосе, Мария, Ирма поглядели на фотографии. Если кто полагает, что нам не хватает культуры, ладно, пусть их, но чтоб нас в предачу считали за круглых уроков, это уж слишком. И все же мы решили рискнуть и купили билеты. Как только эти настоящие испанские цыгане гордо протопали на сцену, ясно стало, что подозрения наши не напрасны. Никакой Испании тут и не пахло. У меня у самой жилок течет испанская кровь, хоть и разбавленная, ведь моя прабабушка сбежала когда-то из-за пасселона с моим прадедушкой. Он был моряк, тоже родом из этого прекрасного города. А испанец испанца всегда признает. Исправился. Исправился совершенно точно. 5-6. Элспейддейви Переселение В саду вдруг стало тихо. Пальцы старухи замерли, она уже не теребила палатку. И она сама и мальчик словно застыли. Но перед домом в битком набитом фургоне зашевелились грузчики. Слышались шарканье, глухие удары. Это они устраивались поудобнее. Вытягивали ноги, задевая мебель, и снова все стихло. «Я с ними ходил и ездил», крикнул мальчик, мотая головой и размахивая руками. «Они всюду побывали. Может, они весь свет объездили?» усмехнулась старуха. «Да нет, всю Европу». «А, Европу в горах были, да? Были, в Швейцарии. И лазили по этим самым горам? Разбивали лагерь, лазили по горам? Смех, да и только! Здесь они никуда носу не показывали. Ну, потише, потише. больно ты горячий. Сядь лучше по сизе. А неплохо было, но пять-пять. На вторую шестерку не хватило. Знаете, в одном месте там был момент, когда точно потеряла точку в предложении. Ну, да ладно, пять-пять. Джойс Кэрри весенняя песня. Девчушка в синей шапочке толкает кукольную коляску на трех колесах. Одно отвалилось. Коляска эта, она с невероятным напряжением сил вертит и так, и этак, а заодно выпаливает очередями длинную историю. И когда он зашел в замок, он три раза крикнул. Кажденный, 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 и, конечно, раз он был такой апперктичный. Что-что? Голосу страдальческое терпение. Ну, апперктичный он был. Мэгги, это же бессмыслица. Нет смыслица, девчушка с нежданной ловкостью вырубивает коляску через железную обочину тропки на привитую траву. Высокие нарциссы из теплиц колышатся на своих огороженных клубах, а трава пока прошлогодняя. Под ногами у детей валяются пустые сигаретные пачки. Апперктичный и все, пыхтя выпивает девчушка. Ну, такой апперктичный из рыбных костей. Спасибо. Сложнейший текст, сложнейший. И дело тут даже не в изобретенных автором словах и в том, что они попадаются несколько раз подряд и что с ними нужно справляться каждый раз. но справляются эти. Справляется и есть до чего докопаться в самой манере, но я, пожалуй, не буду. Поставлю я пять за технику и шесть за артистизм. сюда. Дорис было что-то другое. Вот, Ширлил, кухленькая брюнестка, тоже ведь хорошенькая. А все же из-за разговора родителей, вернее, мам, с самого начала было ясно, что с морем к ней не сравнится. В десять лет произошел случай и мягший для моря важные последствия. Обе мамы расчаствовали своим девочкам в волосах комнатных магазина у моря. Мама Ширлил сказал, ваше море своего не упустит, не счастливается. Несмотря на маленькую помарочку, я поставил бы за технику шесть. Что касается артистизма, то, наверное, все-таки пять. А вот теперь давайте посчитаем, что же получилось. Теперь давайте посмотрим на результаты. Очевидно, жюри недооценила, причем сильно недооценила Екатерину Батину. Непонятно почему, но в моей версии турнирной таблицы у Екатерины на пять баллов больше. А вот со всеми остальными примерно равенство. Виктория Мегеть у меня 78, у жили со мной 78, уже и без меня 79, у Данила Васильева у жили со мной 82, без меня 83, у Алины Котюшевой со мной 88, без меня 87, Николай Науман со мной 89, без меня 88, Ангелина Кочешкова набрала и там и там 90, но вот Денис Мамаев у жюри со мной набрал 88, и не попал бы в финал, если бы в жюри был я, попала бы Ангелина Кочешкова, А София и Кириенко и Алина Евсеева в финале «Что со мной, что без меня?» Давайте теперь посмотрим финал, послушаем эти три стихотворения, написанные 23 апреля, и я заменю собой всех трех членов жюри и выставлю свои оценки за выступление каждой из участниц, ну, в нашем случае двух участниц и одного участника у нас естественно нет предполагаемого выступления в финале Ангелиной Кочешковой, но зато есть выступление Дениса Мамаева. Итак, Александр Блок, Мощью сумречной и дикой сын бездонной глубины бродит призрак в бедной лиге на полях моей страны и поля в Ангеле великой чуждые, сладные и темные. Лишь порой заслышав Бога, дочь блаженной стороны из родимого чертова гонит призрачные сны и в полях мелькает много чистых девственниц и сны. Владислав Ходосевич по кропам мая и потаём не приподнять моей руке на чуден мир, отображённый в твоём расширенном драчке. Там в непостижимом сочетании убор и улица даны огня эфирного пламя и просто тайны весны. Там светлый космос возникает под зыбким пологом ресниц. Он кружится и расцветает звездой великолепной сочетания. Фёдор Сологу из названия Скоро крылья отрастут упленённого амура и фиалки зацветут в сладких песнях трубогура. Крутья в клетке не разбить соловью или робкой кенке, но амура поломить разве могут эти стенки? Ах, придёт, придёт весна, засмеются гибко калетки и проснувшийся от сна улетит амур из клетки. И вот тут я оказываюсь перед дилеммой, перед которой очевидно оказались и члены жюри, которые единогласно поставили на третье место Алину Евсееву, хотя Алина прочла абсолютно безошибочно. Но в финальном раунде жюри оценивает не технику и артистизм. Жюри оценивает общее впечатление. И Настя и Денис дали Софии Кириенко высший балл тройку, несмотря на ошибку, которая у неё была, а у Алины ошибок не было. Но ошибка была и у Дениса Мамаева, за которого была Ирина Ауль. Что было бы, если бы в жюри был я? Прочтение Алины мне показалось чересчур школьным, но всё же безошибочным. И если посмотреть, что в принципе, конечно, нельзя делать, на то, как выступала Алина в ходе всего матча, она в финале прочитала хуже всего, хуже себя самой. София Кириенко, очевидно, помимо волнения и прочих факторов, боролась с плохим качеством связи. здесь можно только поддержать её и в принципе пожалеть. Но в финале она тоже была хуже себя самой в предварительных раундах. Что же касается Дениса Мамаева, Денис в финале наконец-то перестал торопиться и это сыграло с ним не самую лучшую шутку. Мне кажется, он перетянул немного и сейчас поскольку звание виртуального чемпиона придётся определять мне, я буду выбирать между Софией и Алиной, потому что по моей версии Денис вообще бы не попал в финал. И выбирая между Софией и Алиной, я всё-таки соглашусь с жюри и выберу Софию. Её манера чтения это именно чтение. Это не попытка актёрствовать, это не попытка обмануть жюри, не попытка сыграть на его каких-то чувствах и эмоциях. Она просто читает и в этом она молодец. То, что она слегка запнулась, ну запнулась и запнулась. И эта запинка она простительна в данном контексте, потому что всё-таки её чтение более взрослое, более она больше проживает тот текст, который читает. хотя делает это не идеально. Но моё мнение совпало с мнением жюри финала Республики Хакасия и на этом я думаю можно ставить точку. Эксперимент, который мы сейчас провели показал, что замена одного члена жюри почти ни на что не влияет. На две третьих финальная тройка состоит. Двое из трёх состоит из тех, кого выбрало жюри без моего присутствия. невозможно предположить, как бы прочла стихотворение в финале Ангелина Кочешкова, но те две девочки, которые вышли в финал и там, и там, в двух из версий были на самом деле очень хороши. и в моей версии с присутствием меня, и в версии без меня. И то, что я выбрал ту же самую победительницу, что и жюри в Абакане, это показывает, что где-то на бесконечности мнение жюри всё равно совпадает, по крайней мере, если мы говорим о подготовленном жюри, о том, который не первый раз уже судит подобного рода соревнования. Ну, а для всех остальных, я думаю, наша сегодняшняя телепередача будет полезной в плане изучения тонкостей. И если вы хотите, чтобы вас чаще приглашали в жюри, а это особое удовольствие, посмотрите. Спасибо!